Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваш» и информационная программа «Республика». Об актуальных новостях расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня в выпуске. За безупречный труд жителям республики вручили государственные награды. Финансовая поддержка. Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ намерен поддержать ряд проектов в республике. Многодетное счастье. Семья Ивановых из села Порецкое въехала в новый дом. Фонд содействия реформированию ЖКХ поддержит проекты модернизации коммунальных сетей в республике. Такое решение было принято по итогам переговоров руководителя российского ведомства и главы «Чувашии». Михаил Игнатьев принял участие в работе форума «Российская энергетическая неделя». Здесь обсуждали, как сформировать комфортные условия проживания. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. От реализации проектов модернизации коммунальных сетей в республике ожидают большого эффекта. Снижение тарифов – ключевая задача. Федеральный фонд и правительство региона уже готовят совместные планы. Уверен, что те показатели, которые запланированы в рамках федерального проекта, они тоже будут выполнены. Сейчас мы переговорили с главой республики о том, что они будут и заходить в проект модернизации коммунальной инфраструктуры. Это важно. Я считаю, это одно из таких тоже подспорьев для того, чтобы в первую очередь, самое главное, чтобы реализация этих проектов не позволяла повышать тарифы для граждан. Глава республики поручил подготовить проекты и рассчитать стоимость модернизации котельных в каждом городе региона. У нас проблема всегда была в Шумерле, проблема была в Козловке, проблема была в Алатаре. Мы сейчас ищем инвестора, конституционера, который будет вкладывать свои средства под общие стоимости проекта, это 20%. Мы с бюджета 20% вкладываем, в фонд вкладывает 60% бюджетных средств. Это очень важно. Объекты генерации теперь муниципальной собственности у города, в Уптеплосе, и тем самым в городе старые котельные советского переда мы должны модернизировать, включая другие городские округа, которые на сегодняшний день имеют соответствующие потери по трассам, потому что это изношенность. А в конечном счете это на тарифные составляющие влияет. Программа модернизации коммунальных сетей должна быть завершена через 5 лет, отметил Михаил Игнатьев. КПД котлов, коэффициент полезного действия будет не менее 95%. И тем самым в холодные зимние дни будет всегда тепло квартира. Во-вторых, касаясь строительства жилья, по новым правилам, по новым инструментам, у нас практически на стадии реализации 91 проект, общая площадь жилья 1 миллион квадратных метров. В отдельном месте, если возьмем, у нас 67% практически по старой схеме строят наши строительные организации и предприниматели. Застройщиков, работающих с искроущитами, станет больше, уверены специалисты. Переходный этап будет непростым. В федеральном ведомстве готовы рассматривать каждую проблемную ситуацию. Если у застройщика есть сегодня проблема по тому, как отнеслись к его заявке на получение проектного финансирования в том или ином кредитном учреждении, мы готовы ее рассмотреть. С приглашением в том числе и руководителей банка, где на сегодняшний день такая конфликтная ситуация возникла, и представителей субъекта, и, в общем-то, максимально оказать помощь, разобраться, где кто-то, может быть, что-то неправильно прочитал, что-то просчитал. Еще одна задача для регионов – ликвидация аварийного жилфонда. Реализация этой программы продолжится и в Чувашии. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы. Чтобы поощрить лучших, не нужен повод. Сегодня глава Чувашии вручил знаки отличия, почетной грамоты и благодарности профессионалам своего дела. Подробности у Дмитрия Ковалева. Ни один десяток ролей сыграно Валентиной Ивановой на сцене театра. Но, получив высокую награду от президента, даже актриса от волнения с трудом подбирает ответные слова. Очень приятно получить эту благодарность из ваших рук, Михаил Васильевич. Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить преподавателей Московского театрального училища имени Щепкина, где я училась. Ордена за заслуги перед республикой сегодня удостоился член общественной палаты, руководитель фонда правопорядок Александр Дельман. Среди награжденных сегодня немало преподавателей школы, воспитателей. Елена Яндемиркина уже 12 лет руководит детским садом. В нашем строящемся городе новые дошкольные учреждения открываются друг за другом. Это очень важно, потому что это говорит о том, что наше правительство Чувашской республики, администрация города Чебоксара делает много для наших дошколят. Именно такие трудолюбивые люди двигают республику вперед, отметил Михаил Игнатьев. Благодаря усердному труду и таланту вы добились больших высот профессии. Я абсолютно уверен в том, что еще будете добиваться. Каждый из вас лучший и каждый из вас заслуживает особой благодарности. Убежден, что в основе ваших достижений лежит любовь к родной земле, искренняя забота о ее процветании. Вы знаете, что у нас часто проводятся мероприятия федерального и международного уровня. Доверяют нам и органы власти Российской Федерации. Сегодня среди награждаемых находятся люди, благодаря которым 1 июня текущего года Международный день защиты детей в Чебоксарах прошла замечательная, прекрасная акция «Стань первым». После торжественной церемонии бокал шампанского за успех. Награжденным глава региона пожелал новых побед. На память общее фото с людьми, чьи заслуги признали на высоком уровне. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В преддверии профессионального праздника учителей глава региона встретился с ректором Чувашского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлева. Михаил Игнатьев и Владимир Иванов обсудили вопрос кадрового обеспечения новых школ и детских садов. Тенденция последних лет педагогов и воспитателей явно не хватает. Причем как в городах, так и в сельской местности. Мы на самом деле имеем определенный дефицит в образовательных школах, в детских садах. Если я точка зрения, вот хочу я тоже узнать, у нас улучшается ситуация, то есть выпускники остаются на работе по своей комбиненции, по своей профессии, или все-таки эта проблема с каждым годом только ухудшается. У нас 80% выпускников трудоустраиваются по специальности. Это хороший показатель, я считаю, для педуниверситета. И в принципе вот педуниверситеты этим показателем и выделяются среди других вузов. С 2020 года в Чувашии, как и по всей стране, начинает работать программа «Земский учитель», которая должна хотя бы частично ликвидировать кадровый голод. Молодые учителя, решившие преподавать на селе, получат единовременную компенсацию в 1 миллион рублей. В педагогическом университете уже есть желающие. То, что политика нацелена на поддержку молодых учителей, она в том числе связана с такими проектами, программами, мне кажется, это даст результат. То, что Владимир Владимирович Путин обозначил потребность и возможность поддержки молодых педагогов, это очень большое, знаковое событие. Это восприняли студенты, конечно, с большим ожиданием, во-первых, мы ждали этого. И во-вторых, конечно, 43 человека сразу записались. Это показатель того, насколько общество или общество готово к этим решениям. Всего в педуниверситете обучается более 5000 студентов из 27 регионов страны. Почти 19% – иностранные студенты. Глава республики отметил, что в ЧГПУ готовят настоящих профессионалов, благодаря которым школьники из Чувашии показывают хорошие результаты на всероссийском уровне. В эту субботу во всем мире будут чествовать учителей. В преддверии праздника во Дворце культуры ЧГУ собрались работники сферы образования. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ежегодно 5 октября отмечается День учителя. В адрес работников образования звучат самые теплые слова и пожелания. Хочу искренне, от чистого сердца поздравить вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Вся Россия отмечает этот праздник с одной единственной целью, чтобы обратить внимание общества на профессию учителя, обратить внимание на самых-самых достойных профессионалов, мастеров своего дела. В республике всего около 900 образовательных организаций. В них обучаются более 275 тысяч детей, работают 22 тысячи педагогов. Мудрость и опыт наставников приумножают молодые педагоги республики. В этом сила и стабильность образования ЧГУ. Доля молодых учителей до 35 лет на сегодня составляет 17,4%. Только в этом году в Школу Республики пришли 350 молодых педагогов. Эдуард Выгитов в числе 10 педагогов, которых сегодня отметили нагрудным знаком, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации. 22 года он посвятил любимому предмету – истории. Уже 19 лет руководит Козловской СОЖ номер 2. История, знание истории – это, наверное, знание своих корней впервые всего. А человек без корней – это как дерево без корней. И любая проблема, любой ветер, так скажем, может запросто ее разрушить. Самое главное, наверное, заслуга учителя – это благодарность детей. А вот эта вот моя награда – это заслуга, наверное, всего нашего коллектива. Поэтому благодарю, в первую очередь, учителей нашей школы. Каждый третий учитель республики награжден государственными и ведомственными наградами. 548 человек получили премию президента России. В этом году в список вошли еще 9 педагогов. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика. В селе Порецкая многодетная семья Ивановых справила новоселье. В новый дом они переехали из однокомнатной квартиры. К этого момента мама семерых детей Нонны Ивановых ждала 6 лет. Столько семья стояла в очереди на улучшение жилищных условий. Какое-то время они жили в республике Бурятия, а потом вернулись на родину и были вынуждены жить в однокомнатной квартире. Старшему ребенку моему будет скоро в октябре месяце 22 года. Пришлось им поскитаться, мы переезжали, в одном месте не жили. И мечта о большом доме была всегда в моей душе. Я верила, что это осуществится. Так что всем желаю мечтать и мечты сбываются. Старшая дочь Юлиана уже выбрала себе комнату. Здесь буду жить я, моя младшая сестра. Я буду жить на той стороне, она здесь соответственно. Девятиклассница радуется отдельной комнате, потому что теперь сможет делать уроки в тишине. Младшие дети оценили просторные комнаты по другим причинам. А еще теперь ужинать можно будет всем вместе, а не по очереди. Какая кухня большая, большой стол будет. Сейчас в Чувашии в очереди на улучшение жилищных условий более 400 семей с 5 и более детьми. В этом году новоселье справят 39. На это из бюджета выделено более 100 миллионов рублей. В Порецком районе на этот дом было выделено более 4 миллиона 200 тысяч рублей. Здесь 175 квадратов почти на семью из 8 человек. Сегодня мы посмотрели, действительно, жилье добротное. Всеми видами инфраструктуры оно обеспечено. Северо-западный район в селе Порецкое относительно молодой. Здесь в основном новостройки. Однако коммуникация, вода и электричество уже подведены. В ближайшее время у Ивановых появятся соседи. Дальше по улице уже построены дома по программе «Жилье для детей-сирот». Ольга Пырышкина, Валерий Резюков, Республика. Сезон заболеваний гриппом не за горами. В зоне риска самые незащищенные – дети. В поликлиниках Республики идет прививочная кампания. У малышки Ева сегодня особенный день. Первая прививка. Молодая мама Екатерины Романова считает, что прививка защитит от болезней и делать их необходимо каждому ребенку. Мои малышки без недели 4 месяца. Я считаю, прививки очень нужны. Сегодня мы пришли на привинар с гепатитом B. Так что делайте все прививки. Мы обязательно их будем делать все. Самый доступный и действенный способ уберечь своего ребенка от гриппа – это вакцинация. В организм ребенка вводится не живой вирус, а его фрагменты. И иммунная система быстро реагирует на это выработкой защитных антител. Мы вообще делаем все прививки. Но прививку от гриппа так, как сейчас можно, в сезон надо обезопаситься. Сделали. Также у меня и старшая дочь, она учится в 5-м классе. Она тоже у меня привита полностью. Чтобы избежать эпидемии в пик заболеваемости, надо вакцинировать не менее 70% населения. Но по каким-то причинам некоторые не торопятся на прививку. А ведь сезон не за горами. Нам нужно привить около 20 тысяч детского населения. К сожалению, на сегодняшний день всего сделано прививок 7808. То есть это мало. Отечественная вакцина Сави Грипп уже себя зарекомендовала. Она легко переносится детьми самого младшего возраста. Защищает от гриппа групп А и Б. Прекрасно работает. Хочу сказать, что прошлый год мы перезимовали замечательно. И, хочу сказать, переносится вакцина хорошо. Она не содержит консерванта. То есть можно с 6-месячного возраста ее использовать. Иммунитет после вакцины всего год. Поэтому эта процедура ежегодная. Прививка от гриппа входит в национальный календарь прививок. И делается абсолютно бесплатно. Для семьи Сергеевых вопроса делать или не делать прививку своим детям не возникало. Они твердо решили сделать все от них зависящее для их благополучия. У нас ни температуры, ничего нет от прививок. Переносим нормально. И в заключение совет специалиста для тех, кто все же сомневается, надо ли делать прививку от гриппа. Это единственный вирус из всей группы вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, у которого два мощных токсина. То есть один токсин нераминидаза, который поражает нервную систему. Могут быть кровоизлияния в жизненно важные органы, приводящие к летальному исходу. Вот чем страшен грипп. Поэтому надо родителям задуматься. Думать надо уже сегодня. Защитный барьер после вакцинации. Организм создает две недели. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика. Уроженцы в Чувашии осудили за незаконный оборот оружия. Следственный отдел ФСБ по региону и суд установили, что один злоумышленник продавал наган, охотничий обрез, отдельные стволы и патроны к нему, а другой покупал. При этом оружие было в рабочем состоянии. Провернуть сделку по незаконной продаже оружия мужчины собирались в феврале этого года. Встречу назначили в машине на парковке одного из крупных торговых центров Чебоксар. Сотрудники ФСБ задержали их с поличным во время совершения купли-продажи. Калининский суд Чебоксар вынес приговор обоим жителям республики по статье о незаконном приобретении, избытии и хранении оружия по предварительному сговору. Первого фигуранта дела приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима, его соучастника, к 11 месяцам лишения свободы. Чувашия готовится принять четвертую спартакиаду «Кадет-приволжье». 10 сентября в республику приедут команды кадетских корпусов ПФО. За четыре дня выявят сильнейших. Больше тренировок – больше шансов стать лучшими. Воспитанники Чувашского кадетского корпуса оттачивают мастерство в строевой подготовке. Это одна из дисциплин. За четыре дня спартакиады им предстоит пройти и марш-бросок, на время собрать и разобрать автомат. В программе есть легкоатлетические соревнования и интеллектуальные конкурсы. Оружие за спину. Подняли. Опустили. Все. Тренировки проходят достаточно тяжело. Приходится много успевать. Приходится отрабатывать все до самых мелочей. Вот, наверное, одно из самых таких сложных будет мероприятий. Таких. Это, наверное, марш-бросок, где мы будем езжать пять с половиной километров. Ну, так закаляется характер, так появляется коллектив. Там мы становимся одной командой. Я считаю, что все это нам понадобится не только в спартакиаде, который будет проводиться потом, но и вообще в жизни. Например, в службе в армии. В команде 20 кадет, ученики 10-х и 11-х классов. Защищать честь Чувашии будут лучшие из лучших. Конкуренция ожидается серьезнейшая. На спартакиаду приедут воспитанники кадетских корпусов из шести регионов. Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и других. Ну, я надеюсь, что мы покажем хорошие результаты. Надеюсь. Вы сейчас видите, что наши кадеты очень плотно готовятся к данному мероприятию. Верим в победу наших кадетов. Стоит отметить, что в прошлом году на этих соревнованиях ребята из Чувашии смогли войти в тройку лидеров в отдельных дисциплинах. А в начале этого года воспитанники 8-9 классов Чувашского кадетского корпуса стали победителями юно-армейского обороны спортивного лагеря «Гвардеец-1». Чувашская государственная академическая симфоническая капелла готовится к открытию сезона. На репетиции побывала Юлия Важенина. Музыка из кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» узнается буквально с первых нот. Вот только немногие знают, что это произведение – творение рук народного артиста РСФСР композитора Микаэла Тревердиева. Именно его творчеству посвящается программа открытия нового сезона капеллы. Тревердиев известен не только музыкой, кинофильмам, в особенности, конечно же, это «Семнадцатом мгновении весны», это «Ирония судьбы» или «С легким паром». Но Тревердиев писал очень много музыки, так что мы попытаемся приоткрыть завесу, что же еще пишет Тревердиев. Задача такая, чтобы именно мы могли войти во внутренний мир данного человека, потом со всей очевидностью можно, понимаете, услышать такие выражения у зрителей, как это было прекрасно. Вот это, видимо, одна из самых главных необходимых условий и целей нашего в целом творческого коллектива. Скрипичная, медная, духовая группы, ударные и даже арфа и орган. В арсенале симфонической капеллы представлена практически вся палитра инструментов. Только в оркестре задействовано более 60 музыкантов. В числе артистов капеллы есть и солисты. Пять лет назад в коллективе появилась новая вокалистка. Юлия Маркетанова приехала в столицу Чувашии из Омска. На открытии сезона я буду исполнять оперу, монооперу Тривердеева «Ожидание». Очень интересное произведение, глубокое произведение. Сейчас репетиции идут полным ходом, а уже 8 октября в стенах Чувашского драматического театра имени Иванова ждут всех поклонников музыкального искусства. На открытии нового концертного сезона симфонической капеллы, уже 52-го по счету. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Победа в конкурсах – это большой стимул для дальнейшего развития, так считает обладатель Гран-при 2-го международного фестиваля «Новые берега» Александра Николаева. С ней встретилась моя коллега Богдана Дойникова. Скрипка по праву считается одним из самых сложных струнных инструментов. Помимо абсолютного слуха, скрипач должен обладать особой выдержкой и упорством. Александра Николаева – ученица Чебоксарской детской музыкальной школы номер 2 имени Воробьева, лауреат многих конкурсов и фестивалей. Одна из последних побед – гран-при на втором международном фестивале конкурсе «Новые берега». Участие в конкурсе было дистанционным, но даже через видео Саша смогла передать все свое мастерство и покорить членов жюри. Ты получаешь места, и ты понимаешь, что ты идешь вверх, не стоишь на месте. Как у настоящего профессионала, пусть и совсем юного, календарный год Саши плотно расписан. Конкурсы целый год без отдыха, на одном отыгрываем, готовимся к следующему конкурсу. Это ежедневный труд, работа над собой. Каждый день, чтобы шажочек вперед был, что-то было сделано. Наталья Геннадьевна Серегина, педагог Александры, убеждена, что тандем «Учитель-родитель-ученик» способен дать хорошие результаты. Такого подхода к работе она придерживается уже много лет. Большинство ее учеников – лауреаты различных музыкальных конкурсов. Если ученик доверяет своему педагогу, и он хочет, и у него есть настроение заниматься, и чем-то я смогла его увлечь, то у нас все с ним получится. Это все новости на сегодня. До завтра.